А вот у меня в руках такой может быть странный предмет, кто-то знаком, кто-то нет, но вот я тут ничего толочь сейчас не буду, а я наоборот буду производить потрясающие звуки из этой чаши. Сейчас мы тут делаем, если... Так, вот пошло. Не бойтесь, это у вас не телевизоры, не сломались, всё нормально. Это вот производит чаша, вот такой звук с помощью такого простого движения. Что за секрет такой, что за нанотехнологии или магия мистика, нам расскажет наш гость Олеся Платонова, специалист по вот восточно-индийской, в данном случае, культуре. Доброе утро. Доброе утро. И вот у нас здесь уже стоят эти самые поющие чаши. Расскажите, пожалуйста, ну вот те, кто, конечно, там когда-либо, знает, слышал и пользовался, но вот что это такое, для чего они нужны? Это как музыкальный инструмент, это как хозяйственная утварь, там не знаю, да, или это как религиозные вещи, и как это всё работает? Правильно они называются поющие тибетские гималайские чаши. Гималайские, потому что их родиной является гималайский регион, в частности, там их и изготавливают. Также они есть в Японии, Китае, в Непале и в Индии. Чаша не принадлежит какой-то религиозной системе, её может приобрести любой человек, потому что она обладает удивительным качеством успокаивать ум. А как говорят тибетцы, если ум в порядке, то всё в порядке. Правильно говорят. Ну и вот из-за каких свойств она начинает тогда издавать вот такие звуки? То есть как получается так, что вроде же водишь просто, даже не ударяешь, вот я просто спокойно вожу и рождается... Буквально через пару секунд уже начинается музыка. Как так получается? Мне сказали, что это физика восьмой класс, но, к сожалению... Мы тут с физикой не знакомы, восьмой класс. Да, я тоже, я была гуманитарием в школе. Но эти вибрации ощутимы на руке. Я думаю, сейчас вы... Ну да, я ощущаю. Можете в этом убедиться. И этот звук, он приводит человека в такое состояние сознания, когда мысли отступают, и ты можешь посмотреть на них со стороны. То есть если тебя беспокоит какой-то вопрос, ты не можешь найти на него ответ. Сел, покрутил чашу, и ты уже можешь на ситуацию взглянуть иначе. Секрет в том, что руку держать нужно правильно? Да. Пальцы не сгибать, чтобы вибрации не прикасывать. Ровно наоборот? Нет, ну, как бы здесь, чтобы не прикасалась руками. А, вот так. Ты и вибрации гасишь, да, таким образом. По часовой стрелке желательно. По часовой, да. Это против часовой бонцы. И я... Бонцы есть религия древняя в Тибете, они там против часовой ходят. А давить нужно? Я просто первый раз. Ну, нужно трение завершать. Да, и вводить. Ну, оно реально, то есть это как бы сейчас прямой эфир, который не позволяет спокойно там посидеть часок-другой. Такая вещь, которая, правда, ну, в какой-то степени расслабляет. Ну, значит, видимо, как-то ты ее держишь, мне кажется. Нужен наклон определенный. Ну, вот, вот, появляется. И чуть к центру наклон совершить. Слушайте, ну, вибрация чувствуется очень прям прекрасно на руке. Чаши бывают двух разновидностей, как мы видим здесь литые, и есть еще кованые. Звук очень разнится, и разнится качество. Предпочтительнее брать кованую. Почему? Потому что обычно в кованых, во-первых, используется более богатый сплав, от количества металла в сплаве зависит глубина звука. Вот я попробовал еще до эфира раскрутить, и она как-то так сложная в производстве, скажем так. Да, действительно, кованые чаши раскрутить гораздо сложнее, но если по ней ударить, вы поймете. Давай, ударей. Слушай, а звук, правда, совсем другой, нежели у этой. И вот он мне, честно, напоминает, вот я просто бывал не раз и вот в таких буддистских храмах, и в Тибете тоже, и в Непале. И вот те ощущения, те звуки, та атмосфера прямо как раз. Скажите, а скорости вращения? Скорость вращения зависит интенсивность вибрации. От силы нажатия громкость. Также в чаше можно прокрутить небольшое количество воды, меньше половины. Звук разительно не изменится, но изменится качество воды, она становится так называемой талой водой, она обнуляется. На ней больше нет никакой информации, которую она собрала по дороге к вам. На эту воду можно сказать позитивную формулировку в настоящем времени. Я здоров, счастлив, удовлетворен. И эту воду можно пить. Я проводила эксперимент дома, я поливала посаженные в землю семечки обычной водой и водой из чаши. И семечки проросли гораздо раньше, чем это было указано в инструкции к ним. Попробуй. У меня тоже такая чаша дома стоит. Скажите, вот есть ли какая-то разница должна быть, мне кажется, да? То есть вот это просто кованая, да? То есть тут-то ничего нет, тут-то узоры какие-то. То есть что-то означает или это просто для красоты в данном случае? Древние культуры отличаются от современных тем, что там ничего не бывает просто так. И разумеется, от наличия чеканных узоров немного меняется посыл чаши. Чаще всего там пишут мантру «Ум, а не падмэхум». И это получается своеобразное начитывание мантры. То есть с каждым кругом мантра разносится вокруг тебя. И также я хочу отметить, как она повлияла на мою жизнь. Я научилась под нее петь, и у меня изменился тембр голоса. А все началось с того, что наедине с собой я начала практиковать пение мантр, и просто старалась попасть в тон. И через два или три года я уже могу это делать без чаши. Ну, в общем, полезная во всех смыслах вещица, да и просто реально успокаивает. Действительно, просто посидишь вечером трудного дня. Вот это на колокольный звон похоже. Чаша — это и есть колокол, просто как музыкальный инструмент. И вы не зря этот момент отметили. То есть когда я показываю человеку несколько чаш, я стукаю по стикам по ним, и человек оказывается в колокольном перезвоне. Ну да. Ну, в общем, спасибо вам за эту замечательную такую экскурсию в мир тибетского, в данном случае, гималайского искусства. Замечательно, круто, мне понравилось. Спасибо большое. У нас в гостях Олеся Платонова была специалист. Вот, рассказывал нам про эти самые тибетские поющие чаши. Ну, а мы идем...